Три месяца подписки на ВК-музыку. Бесплатно. Оформь подписку на ВК-музыку. Прямо сейчас. Добро пожаловать в студию плохих выдуманных новостей! У нас четыре участника! Перед ними на экранах будут появляться новости, которые до этого они никогда не видели. Нужно прочитать новость и не засмеяться. Иногда у новости не будет концовки, а значит, участнику придется придумать ее на ходу. Кто засмеется большее количество раз, объявляется лузером. Да это я! Здравствуйте, дорогие зрители! Это срочный выпуск плохих выдуманных новостей. Сегодня в студии мой коллега, человек, у которого вряд ли когда-либо был Брит Лобок, который дожил до того, что органично выглядит, как муж Федунхев. Гарри Херлова! Если вам кажется, что перед вами его лицо, значит, надо еще раз смыть. Денис Дорохов к новостям! Немецкие археологи предположительно нашли хуй Гитлера. Почему предположительно? Потому что это может быть хуй любого другого человека. Лист шоу-танца на ТНТ признался, что у него нет писем. Ведь еще в пять лет он обменял ее на пару чешек. В Швейцарии потерпел крушение частный самолет. Никому не удалось спастись. В чемодане одном из пассажирок нашли анальные бусы на шесть секций. Электрозажимы для сосков и двусторонний дилдо с зоной для стимуляции клитора. О, такая интересная дама погибла. Очень интересная дама. Сука. Открытая для экспериментов дама. О, нет, нет уже. Специально для своего сына Ника Сафронов изобрел туалетную бумагу формата А2. Блять. Шоу Yesterday Life получило премию «Самое нахуй забытое, никому не нужное». Всем похуй на него с первого выпуска и по сей день шоу. После лесного пожара спасатели нашли 256 обугленных белок. Под пнем нашли копченую семейку ежей и человеческие зубы, по отпечаткам которых опознали трех беглых зэков, которые шкерились здесь с 1981 года, потому что крикнули, что Брежнев вялый руководитель. Ебать мой хуёчек, какая лепота. Именно такими словами новый вид «Калибри» был оценен выпившим Николаем Дроздовым. Ни в каких новостях в мире это больше не скажут. Но Алексея Келевеня уже год как «Хамеди Клаб». Ебать, год же? Год уже там, да. Я его сам не видел. В королевском замке Великобритании был найден таинственный погреб, в котором королева Елизавета все эти годы закатывала свой сквирт. Пару баночек прям там раздавили с блинами. Все-таки королева была обычной бабушкой, как и все. Блять. Боже. В Подмосковье, в одном из супермаркетов, абсолютно весь товар оказался просроченным на несколько лет. Как комментирует одна из пожилых жительниц этого района, у меня уже сфинктер фиолетово-синий. А по поводу супермаркета, не знаю, не ходила туда ни разу. Гурманы заверили, что под член Богдана Титамира подойдет красный полусладкий. Потому что там ебать, сколько сыра. Блять, блять. На зубах что-то неприятное появилось. Новую породу собаки вывели в Елабуге. Щенок наполовину овчарка, а наполовину создатель породы Тимур Николаевич Абульев. Новости кино. Брэдли Купер бросил жену и трех детей. Но это по сюжету фильма. В жизни я слышал, он пидор до мозга костей. До мозга костей. Британские ученые начали пересматривать сериал «Бригада», чтобы понять, с какого именно момента Дюжев врезал ебанцы. В третьей краевой больнице скончался мужчина от аллергического отека, потому что во время анального секса с женой он дотронулся членом до недопереваренного грецкого ореха, на который у него аллергия. Вау. Ебать! Добрался все-таки к Винке. Бля. На связи наш специальный корреспондент. Девушка, которая, наверное, никогда не билась головой об крышку «Жигулей». Яна Кошкина. Яна, где вы находитесь? Здравствуйте. Я нахожусь в Верхнебрудинске, где проходит открытие местного зоопарка. В зоопарке представлено 19... Нет, 20... Нет, 19... Нет, 20 воробей. Ты заебал видов животных. На торжественном открытии мэр пообещал сюрприз. Поэтому на входе в клетке с надписью «Единорог» всех встречает пони с приклеенным на двусторонний скотч дилдоком. Что это? Дилдоком. Мы знаем оба. Да и ты знаешь. Все подого. Ага. На лбу. Яна, скажите, правда ли, что сейчас идут репетиции однажды в России, и вы вдвоем с Денисом тут шароебитесь? Или что, все? Звезды, блядь, репетиции нахрен посылаем? А? Как и я. Что еще интересного есть в зоопарке? В одном из вольеров можно заметить собаку. Окрашенную в оранжево-черную полоску. Да, администрация наебывает, ведь на табличке написано «Большая оранжевая пчела». Яна, посмотрел недавно шоу «Женский клуб». Скажите, вы тоже считаете, что у Алины Герман прическа, как у Соника? И чем зоопарк будет удивлять своих посетителей? Здесь у Ястреба когти, как у Инстасамки. Но ему, слава богу, не надо вытирать жопу. Жарплаты в зоопарке небольшие, поэтому сотрудникам приходится подрабатывать. Женщина, которая срезает Катюхи с жопы Яка, в свободное время стрижет Дениса Дорохова. Один из зверьков очень похож на Гарика Харламова, потому что у него, блядь, что у тебя? Что? Не знаю, скажи, маленький хуй, я не знаю. Я не знаю, какой он, извините, ради бога. Согласен. Не надо в это вплетать бога. Ты тоже его никогда не видел? Честно говоря, это давно уже. Я, кстати, понял, что Дил Дак – это брат Дональда Дака. Сейчас почему-то это понял. Яна, а вы так же, как и я, соскучились по крутым выступлениям Сергея Бессмертного. Типа, 10 фраз, после которых будет секс. Ой, я твою машину ударила. А вот таких еще 9. И были какие-то скандалы в зоопарке. А еще говорят, что здесь есть енот-целитель. Своими маленькими лапками он возвращает женщинам девственность. У меня нет времени проверять, но мужчина, собирающий около клетки деньги, говорит, что это правда. К сожалению, я вынуждена прервать репортаж, потому что верблюжья хоть только что плюнула на залуп у сторожа, а значит, она готова. Им лучше не мешать. Бля, бля. Ух. Это был наш специальный корреспондент, девушка, которая Валеру Равдина называет Валеруша. И всем от этого неловко. Яна Кошкина, а мы возвращаемся к новостям. Американские психологи, проведя неделю с Притни Спирс, поняли, что она ебнулась. Из-за того, что узнала, что Альфа-банк разыгрывает 5 миллионов денежных призов. Между прочим, самый большой розыгрыш в истории банка. Участвуют все, у кого есть любая карта Альфа-банка. Заходите на альфа-банк.ру и начните выигрывать деньги каждый день. Ник Вуйчич приехал с мотивационным выступлением в детский дом в штате Огайо. Все рыдали, как суки, потому что хотели себе хотя бы такого отца. Вышел ремейк фильма «Все везде и сразу». В порно-версии главную героиню нашампуривали все везде и сразу. На чемпионате мира по старым приколам победил дед Пехто и бабка с пистолетом. В Москве произошло ДТП с участием такси. Водитель такси заявил, что меня вообще не понимать. Пассажир лягнул пельменями, и у меня защипало глаза, и мы как въебались в Азбеку. Пэрис Хилтон раскрыла имя своего новорожденного сына. Моего прекрасного мальчика зовут Дорох. Сука! Хорошо! Реформа образования. С 2023 года для поступления в ВУЗ вместо ЕГЭ теперь нужно будет сдавать друзей. Александр Петров после просмотра вручения премии «Оскар» заявил, что в следующем году он не будет смотреть премию «Оскар». У меня будут диваны. Да. А у нас на связи наш специальный корреспондент. Женщина, которая настолько талантлива, что может не только дышать маткой, как и все, но и прочитать ей трек. Рэп-гуд. Рэп-гуд имя Эминема, блядь. Анастасия Волочкова! Анастасия, где вы находитесь? Я нахожусь в подмосковном Дрюгена, где проходит региональный конкурс красоты «Весеннее совершенство». Или, как называют его местные жители, «Жрюшья смотрины». Старый ДК, который несколько лет назад горел, но его не ремонтируют, а просто не ходит туда, где горел. Вот. Главный приз – фен Дайсон. По крайней мере, так написано фломастером на пачке призиков. Анастасия, я знаю, что помимо фена есть еще один приз – это матрас. Но мне кажется, он не очень хороший. Мой друг Никас Сафронов может посоветовать хороший матрас. И расскажите, кто участвует в конкурсе? Ну, заявки принимали только от женщин, которые рожали меньше девяти раз. На весь ДК жестко воняет ногами. А это значит, что за кулисами участницы переодеваются для первого дефиле. «Самая жирная», «Самая вонючая», «Самая сальная» и «Мисс Улыбка» – вот все номинации на сегодня. Анастасия, я давно хотел спросить, почему вы дружите с Никитой Джигурдой, а со мной нет. Я тоже умею громко читать стихи, и у меня рыжий па-па. И что происходит в данный момент? Только что закончился конкурс бикини. Победила девушка под номером 17, потому что у нее единственное не было видно крыльев от прокладки. Я не сижу в жюри конкурса, потому что когда меня позвали, я им ответила, что могу занять первое место на конкурсе длиной своего шпагата. И участницам будет делать просто больше нечего на этом подиуме. Браво! Браво! Анастасия, а вы тоже считаете, что зря я выходил на сцену голый, одевался в женские платья, проехал всю страну со стендапом, а по итогу купил себе Киа. Хорошая машина, Киа! Свяжитесь со мной! Ухажер одной из участниц держит в руках розу с прозрачной оберткой и баночку пивасика. Походу, у кого-то сегодня будет анальный секс. Конкурс закончился, победительница плачет, но не от счастья. Просто букет, который ей подарили, она три дня назад клала на могилу тети. Это был наш специальный корреспондент. Девушка, которая установила новый рекорд 20 минут без шпагата. Анастасия Волочкова! Это были плохие выдуманные новости. Оставайтесь с нами и вы узнаете, что в Елабуге прошли соревнования для семей в ссоре. Мама, папа, я. Пошел ты нахуй, бля! Блядь! Фуф! Ну что, расскажи про матрас. Было лет 10 назад. Я иду из Камеди Клаба, из офиса Камеди Клаба, просто по улице, лето. Очень хорошая погода. И мне звонок. И вдруг оттуда голос. Говорит, Гарик? Я говорю, да. Говорит, это не Ксафронов. Я говорю, очень приятно. А мы незнакомые, я никогда в жизни его не видел. Он говорит, Ты сейчас что делаешь? Я говорю, я иду. То есть, максимально неинтересная история. Я говорю, я иду. Он говорит, Тебе нужен матрас? Я клянусь, это чистая правда. Я говорю, что? Он говорит, У меня есть охуительный матрас. Охуительный матрас. Я говорю, Хорошо, ладно. Он говорит, Где ты живешь? Я говорю, Вы точно не Ксафронов? Он говорит, Да, конечно, да. Конечно, да. Я говорю, Так, Где ты живешь? Я говорю, Ну вот, тут проспект Мира. Говорю, адрес. Он говорит, Жди. Жди. Я сажусь, Там у меня бабушки сидят, Семечка луза, Так, Ну, перед подъедом. Я сажусь, Курю. Жду просто. Ну, интересно, Блин, Нихуя себе. Что это? Что это? Подъезжает машина, Клянусь, Машина. Написано, Матрасы. Матрасы. Выходит два чувака. Говорят, О, Гарик, Здрасте. Мы привезли. Я говорю, Так, Присядьте. Я вот сажусь. Он говорит, Охуительно? Я говорю, Очень. Очень. Он говорит, Куда нести? Заносит мне этот матрас Домой. И он 10 лет лежит У меня в доме. Больше мы ни разу Не созваниваемся с Никасом Сафроновым. Я его никогда больше не вижу, Блядь. И я думаю, Блядь, Я не буду ему звонить Специально. Потому что, Ну пусть эта история Будет такой Таинственной. Я с первой женой Развелся на этом матрасе. Со второй там. Он до сих пор Лежит в матрасе. И вот проходит время. Проходит время. И мы едем, Значит, Софиса, Значит, Есть такой тут зал концертный, Где идет Видение. Мы ведем, По-моему, С Батрухой Мы вели мероприятие. Я иду, значит, По этой Софисе. И вижу, Вот проходит Десять лет после этого, Что стоит Никас Сафронов. И разговаривается Какая-то женщина. Но у нее вот такие вот Брылые, вот такие вот. Уши вниз, вот так вот. На уровне груди. Вот здесь вот брюлики. Ей что-то втюхивает. И я думаю, Подойти, не подойти, Подойти, не подойти. Ну просто спросить, Блядь, нахуя? Почему? Почему из всех людей Ты дал матрас мне, Мне, незнакомому? И скуяли вообще матрас? Скуяли матрас? Ты же художник. Ну думаю, нет, Я сожру это. Я прошел, Но женщина, Разговорить неудобно. Сейчас про матрас. Мы провели мероприятие. Я выхожу. Он до сих пор С ней разговаривает, короче. Вот всю дорогу. Вот мы два часа там, Три вели. Он там, так-так-так-так Разговаривает. Ну думаю, не подойду. Ладно, ну как-то неудобно. Иду дальше. И вдруг, Гарик! Я вот так поворачиваюсь. И стоит вот здесь Николай Сафронов. И он мне говорит, Сын, я клянусь. Он говорит, Ты был в Азбуке вкус? Слушай, я говорю, Нет, а что? Он говорит, Немедленно езжай. Там ебанистическая халва. Я счастливый ушел. Я даже не стал. Я говорю, Есть, пусть сделано. Все. Пока ты меня ни разу не наебал. Да, ни разу. Я поехал, Взял халву, Все, пиздец. До сих пор лежит у меня дома. Ну, да, Надо отдельно сказать, Что меня это тоже Очень сильно бесит, Что почему-то ты Валеру Валерушей называешь? А чего? Ну, потому что. Вот что-то есть? Да. Что это за дрязги? Да. Это грязное белье Полезло Мимо меня. Тебе же уже сказали, Что Валеруша у нас Топ-1 В рейтинге Самых сексуальных Мужчин ОВР. Равдин? Да. Ну, я тебе, блядь, Про это и говорю, Я вахую с этого. Сейчас серьезно это? Хирали, да? Что-то со вкусом Случилось у страны. Да. И как ты мог Применять свою Гламурную розовую тачку На Кио? Ну, Я уже человек семейный. Поэтому делаю вид, Что бедный. Да. Нет, ну у меня Большая Киа, То есть, ну, Надо пояснить, Просто микроавтобус Они про микроавтобус говорят. Вот. И я действительно езжу, Там у меня семья, Как бы. Я еще арбузами занимаюсь. Вожу с Астрахани, Продаю их. Нужна такая машина, Сами понимаете. А ты когда-нибудь делал шпагат? Из чего? Из арбузов. Из-за бутылок. Да хотя бы руками. Сделай. Это поперечный же называется каком-то, да? Да, да, да. Данил. Данил. В моем исполнении Поперечный, Есть вертикальный, Горизонтальный, Параллельный, Перпендикулярный, Во всех рапостах. Кому как нравится, Знаешь. Мне просто Перпендикулярно интересно, Как это выглядит. А так как? Это с кем-то надо делать его? Ну, Когда с кем-то, Когда с кем-то это интересней. Знаешь, Женщины завидуют, А мужчины кончают, Поверь. Нет, Ну раз вы начали. Я буду Я буду в этом тандеме женщиной. В данный момент. А сексом нормально заниматься на шпагате? Ты знаешь, Охуительно, Честно. Попробуй. Да я не умею на шпагат ходить. Просто раздвинул ноги вот так. Ну тогда тебя кто-то должен толкать. По-другому, Как это возможно? Сына просить. Да. Сын, Подтолкни. Я тебе арбуз дам. И на машине прокачу. Вырастешь, Киев получишь. Ой, Анастасия, Да. Вы прям очень сильно дружите с Никитой, Да? Мы прям очень сильно дружим с Никитой Джигурдой. А как вы познакомились? На одной из программ телевизионных, Где он меня защищал. А от кого? Жестко очень. От кого? Это что за программа такая? От ковида. Да. Я доверчивый человек и открытый, Что меня всегда есть, По какой причине защищать, понимаешь? Но Никита всегда рядом со своим этим магическим жезлом, И все у него по вертикали, понимаешь? Поэтому с ним интересно дружить. Он же не только вот это, Сикрет, Леви, Алгат. Он еще по-другому умеет. Как? Керпендикулярно. На шпагате, да? Керпендикулярно. Не, на шпагате я. Так он же отпиздил до кого? Милонова или кого? Ой, кого он только не, простите, как вы говорите, отпиздил. Я была на всех боях его секундантом. А это вечер памяти Никиты Джигурды. Было стиле. Нет, нет, дай бог здоровья ему, естественно. Ну, конечно. Мы соседи, кстати. Часто гости у меня дома. А вы живете рядом? Мы живем в соседних поселках, да. А вот эти вот обряды, которые он делает, Это слышно? Когда он делал обряды у меня, Восле моей купели на улице и у костра, Разбежался весь поселок. А когда Никита приезжает и на лестнице мраморной моей, И вот это сикрисливый олгодс, То колонны в доме в моем дворце шатаются И сотрясается все вокруг. Тогда вам надо Никиту сюда звать в следующий раз. Да. Дадите номер телефона Никиты? Ну, конечно, да. У него кнопочный? Не, у него два айфона есть. Не, ему на бубен звонить надо. На бубен. А вообще, как у нас балет сейчас? Что там? Привет вам от всего балета России. Спасибо огромное ему тоже. Низкий балкон ему. Ты знаешь, я не интересуюсь балетом, Потому что я единственная према-балерина В Сея Руси. Разве не так? Там дальше балета нет. Какая-то разница? Дальше нет. Все. Что там дальше интересного? Ну, я был на Щелкунчике в Большом театре. Так, и что там? А я был в Мариенке на Корсарах. Это что такое? Кино, блядь. Что такое? Это балет. Корсары? Да, но я не увидел ничего. Почему? Спал. А я танцевала такой балет, кстати. Корсары? Ну, Мидору я там исполняла, а не Корсары. А, ну вот. Балет, Корсар называется. Корсар, да. Ну, отлично. Там корабль потом большой. Корабль, да, большой. Исары. Меня там разбудили на этот момент. Смотри, корабль. Корабль. По итогам сегодняшнего выпуска проиграл и стал лузером Денис Дороха. Лох. Браво. Ну, естественно. Заколебали. Ну, ты всегда проигрываешь. Ну, уже даже не интересно как будто бы, да? Ну, тоже с каменным ебалом сидеть, да, странно? Ну, да. Если смешно, почему бы не посмеяться? Да? Однозначно. Абсолютно. Браво. Да, я тоже. Давай поебемся. Рейтинг, чтобы поднять. Просто в шпагате как бы, да. Призавиняйте. Да, потолкните кто-нибудь. Очень, очень смешная передача. Спасибо большое, что пришел. Спасибо. Спасибо вам большое. Ведь мог и не претензировать. Блядь, я... А я и не пришел. Я как бы и не пришел. Мало кто знает, что мы как бы немножко совместились по времени. Немножко. Великую женщину заставить ждать. Да, спасибо, что дождались. Ну, я же, как, знаете, скажем, человек интеллигентный и с пониманием относящийся к ситуациям разным. Поэтому... Да, поэтому пошел нахуй, она сказала не мне. Такая еда. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok